У меня в другом устроится после урока. Хорошо. Ну, вы сможете отправить мне после урока? Или вообще никак? Да. Хорошо, тогда буду ждать после урока. Сейчас у нас здесь нет усталости, я быстро вам кое-что. Пока. Ну, ладно, можете создать новый проект. Вот. И примерно вот так же 10 кадров у вас должно быть. Хорошо. Здравствуйте, я сделал новый этот, новый прямоугольник. О, хорошо, вижу. Очень классно. А, я хотела вам кое-что объяснить про это. Вот как у некоторых из вас фигура проваливается как-то бы сквозь холст наш. И вот, чтобы такого не было, вы можете создать новый слой, как-то филипоклик. И вот обозначить какой-то линией на земле, что вот это ваша поверхность земля, куда падает мячик, чтобы он сквозь эту поверхность ниже не проваливался. А то он у вас как будто бы подскакивает вверх, говорит «Привет!» и потом исчезает куда-то. Например, у меня вот в этот момент мячик касается земли. И вот где-то здесь я обозначаю, что вот это моя земля, и что ниже он проваливаться не должен. Подождите, пожалуйста. Хорошо. Если у вас какие-то вопросы, задавайте. Или вот вместо вот этой линии вы можете обозначить тенью. Вот тень от мячка. И чем дальше мячик у нас от земли, тем меньше его тень. И чем ближе, тем больше и шире наш тень становится. Еще, если хотите, вы можете закрасить его. Но это тоже нужно делать все на другом слое. Вы поняли, как создавать его? Так, хорошо. Это такое небольшое отступление у нас было. Сейчас я хочу быстренько перейти к следующей теме. То, что мы будем рисовать на следующем уроке. Сейчас вопрос объяснить. Мы сейчас, как я уже говорила, работаем по покадровой анимации. То есть мы отрисовываем вручную каждый кадр. На следующем уроке мы будем отрисовывать ходящего человека. Если кадр разложить вот так поочередно, друг за другом, то мы получим вот такую как будто бы диаграмму и вот наглядное изображение, то, как кадры выглядят. По кадровой анимации у нас есть главные кадры, промежуточные кадры. Сейчас обозначу. Главные кадры у нас – это кадры основные, которые мы рисовываем. И промежуточные – это как бы такое движение, за счет которого наша анимация делается, чтобы мы там, персонаж у нас двигается. И вот так у нас выглядит, получается, если мы разобьем каждый кадр и вот перенесем его друг за другом постоянно, то у нас будет что-то такое, типа этого изображения. Вы же знаете, как люди ходят, да? Попробуйте сейчас встать и пройтись по комнате. Недалеко. Просто вот туда-сюда походите. И вот посмотрите на то, что когда вы, к примеру, выставляете какую-то ногу вперед, то вперед идет рука не этой же ноги. К примеру, если вы шагаете вперед левой ногой, то вы выставляете вперед не левую руку, а правую. И чтобы вот анимация выглядела более правдоподобно, это нужно изобразить вашему активному, вашей короткой анимации. Потому что, смотрите, у нас даже на этом человечке изображено, что мы вставляем левую ногу человека вперед, и у нас идет вперед правая рука, то есть противоположная рука у нас идет вперед. Потому что если бы все было по-другому, то это выглядело бы очень неестественно. Вот, походите сами, посмотрите на свои движения, и вот заметьте, как вы двигаетесь, и какую ногу, какие руки вы вставляете впереди, впереди, и сзади. Кто-нибудь сейчас будет это делать или нет? Я, кажется, слушаю, кто-то двигается, ходит. А когда у нас закончится урок? У нас через 5 минут у нас урок заканчивается в 16.50. Я пока вам объясняю вот то, что мы будем делать на следующем уроке. Еще кое-что. Смотрите, мы видим первый у нас кадр, вот этот персонаж, и второй кадр. И посмотрите, как у нас двигаются его ноги, получается. Он плавно, начиная со второго и третьих кадров, он приносит свой вес на свою левую ногу. И это отображается, вот, должно отображаться. Он как бы ходит, подпрыгивая, то есть посмотрите на его рост. Вот здесь, вот здесь, то есть здесь, на втором кадре. Он как будто бы стал меньше из-за того, что он согнул ногу и перенес впоследствии на третьем кадре вес на эту ногу. И как бы очень важное в анимации – это показывать массу предметов или человека или любого. Да, что, простите? Вас плохо очень слышно. Пожалуйста, напишите в чат ваш вопрос. Спасибо за просмотр. Спасибо. 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 Хорошо. Вопросы есть или нет? Нет, нету. Хорошо, хорошо. В роли нету. Хорошо. И вот то же самое мы можем наблюдать, к примеру, на этом кадре. Вот здесь. Как он наступает на свою ногу, плавно принося вес уже на правую ногу. То есть, когда мы ходим, мы как будто бы освобождаем одну ногу от всего нашего веса, когда поднимаем ее. А на вторую мы наступаем, тем самым плавно принося свою массу на одну ногу. И вот получается такое плавное движение у нас есть ходипы. И то же самое с руками. То есть, помните, что у нас руки всегда противоположным ногам. Если мы вперед шагаем левой ногой, то у нас вперед идет правая рука, а не наоборот. Не в плане, что и левая рука, и левая нога, они идут одновременно, параллельно, тут в другом. Чтобы ходьба и бег, и любое другое движение, такое. Где просто сунут руки и ноги. Важно помнить, что мы так двигаемся. Как мы ставим ноги, и как в каком расположении у нас руки, когда мы выставляем ногу вперед или назад. На самом деле, не так тяжело, как может показаться. Главное, помнить, как ходят люди. Потому что мы учились ходить очень давно, и уже думаем, мы не замечаем, как мы ходим. Не наблюдаем за собой. Так пристально. В итоге у меня был такой набросок, получился. Только он сжигает очень быстро. У вас не обязательно он должен получиться так быстро, а может и быстрее. В этом нет ничего плохого. Вот на сочмойке мы будем отрисовывать этот сочмойечек. А потом, самое интересное, мы создаем новый слой и попробуем дорисовывать всякие черты, по типу волос, одежды. Можем сделать так. Вы можете отрисовывать то же самое, что я буду, а можете придумать что-то свое. К примеру, я могу нарисовать ему длинные волосы, а вы захотите короткие и нарисуйте короткие. Или, к примеру, я захочу ему кофту с длинными рукавами, а вы захотите футболку с короткими рукавами. И то есть это наш манекен будет. Но сначала его нужно отрисовать. Хорошо. У вас есть какие-то вопросы по сегодняшнему уроку? Нет. Да вроде нет, все понятно. Хорошо. Мне очень радо это слушать. Так, у нас закончился этот штук. Вот уже 50 минут. Спасибо, что пришли, все ребята. Надеюсь, вам понравилось. Не было нескучно. До свидания. До свидания, можете выходить. Увидимся через неделю. В субботу в то же время. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за урок. До свидания, ребята. Спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...